это расческа и товары для дома входит и полотенца и швабры и то что нам нужно и туалетная бумага и гигиене наверное все таки вот и если вы обратили внимание что у нас вообще там кефир где-нибудь и здесь тоже все стоит сначала шампуни стоят рядом стоят бальзамы дальше стоит краска для волос стоят ели для душа рядом стоят дезодоранты то есть раньше вот когда еще только-только начиналось торговли до когда открывались точки после перестроечные ваши родители помнят не знаете стоял допустим стоял там шампунь нет шампунь бальзам такой же есть для душа и то есть вот вся линейку допустим есть линейка лариаль и все стояла линейка лариаль там шампунь бальзам для душа крем для лица крем для тела все равно все в одну кашу а сейчас это мы как с вами как потихонечку подходим слово мерчендайзи а вот вообще что такое мерчендайзи вообще вот изначально значение этого слова мерчендайзи это торговец мерчендайзи со временем это слово потеряла свой смысл и теперь как бы мерчендайзи подразумевает собой вот именно визуализацию в магазине и расположение товаров удобно для потребителя потому что в принципе потребитель приходя в магазин где-то процентов 30 свои покупки совершает спонтанно вот он увидел какой-то вот допустим что-то мерчендайзи коробочка красивая нет не коробочка коробочка это совсем другое вот вот он увидел допустим там какой-то вот там шелфтокер вот такой бумажечка визуально написано что там сто процентов отверстики да шампунь или там допустим шалонный бренд или там выгодная покупка подарок за покупку товар участвуют ваши вот это вот все вот выделение для покупателя каких-то вот таких вот ярких пятен в магазине вот это вот и есть мерчендайзинг и выставление опять же товара согласно правилам торговли и удобно для потребителей вот этот как бы вот сюда относится что еще